Тема продюсеров, она всегда очень интересная. Я буквально недавно наткнулся на статью под заголовком «Сколько зарабатывают продюсеры?» И там было написано «Киноконцертная индустрия – миллион долларов», «Какая-то звукозапись – сто миллионов долларов». И нет гиммификации. Скажи, что разыграешь за лучший вопрос. О, вот мне тут сказали, что я разыграю губана за лучший вопрос. Это фигурка одного из персонажей игры Pixel Wars. Вот он называется «Губан». Отлично. Значит, у вас будет больше мотивации задавать интересные вопросы. Работа будет больше губану. Так вот, я посмотрел статистику, сколько же зарабатывают разные продюсеры. Там один миллион рублей, другой миллион долларов. И такой в конце «Игровой продюсер стоит тысяч рублей». Думаю, ну ладно, окей, если что-то еще. Потом «Продюсер новостей – 40 тысяч рублей». О, хорошо, есть кто-то, кто зарабатывает меньше, чем в геймдеве. Замечательно, не так обидно. Ну, как бы шутки шутками. Давайте как поступим? Чтобы долго не знакомиться, я спрошу лучше вот что. Кто из вас уже не в первый раз в вышибые на лекциях? Ага, ага. Ну, больше половины. Супер. А кто из вас хоть раз видел мои лекции какие-то? Ага. Ну, тоже немало. Поэтому я тогда не буду сильно про себя рассказывать. Расскажу о том, что занимаюсь тремя видами основной деятельности. Первое – делаю мобильные игры. Сейчас мобильные, до этого социальные, браузерные, до этого клиентские на PC. То есть все подряд. Мы с Вячеславом работаем здесь в ИШБИ в качестве преподавателей в том числе. И делаем образование. А еще недавно я начал делать настолочку. Я понимаю, что это не очень выгодно, что это не бизнес. Ну, просто хочется. Вот почему нет? Могу сделать. И хочу сделать классическую, фэнтезийную, где все хорошо, где есть чернокнижники, которые режут себе руки, приносят всех в жертву и заливают кровью. По-моему, будет милота. Итак, приступим к основной теме. Продюсер. Замечательный человек, который заставляет людей работать. То есть практически приносит всем боль, страдания и унижения. Что же делает этот продюсер? Ну, на самом деле, тезис очень простой. Это человек, который достигает цели проекта. Все. Чаще всего цель проекта – это коммерческий успех. Ну, вот так сложилось. Если мы делаем игру, мы хотим, чтобы она окупилась. Чтобы вложенные нами туда деньги вернулись, как минимум. Чтобы мы заработали. Либо есть там, если это начинающие разработчики, мы хотим научиться. Или еще какие-то цели. Или, не знаю, сделать проект для портфолио. Цели бывают разные. Так вот, чем же оперирует наш дорогой и уважаемый продюсер? У него есть ресурсы. Ресурсы – это в первую очередь мы, люди. То есть наше время. Не сами по себе мы, а то время, которое мы инвестируем в проект. Это деньги, на которые продюсер нанимает людей, организует работу и все остальное. И продюсер играет в стратегию. Тут я всегда вспоминаю фразу известного геймдизайнера Сида Мейера, который говорил, что любая игра – это последовательность интересных выборов. Так вот, работа продюсера – это практически стратегическая игра. Вы все время делаете выборы, чаще всего неправильные, чаще всего вы проваливаетесь. Но это не страшно. Продюсеру гораздо важнее двигаться вперед и принимать решения, пусть даже не всегда оптимальные, чем долго-долго стоять на месте и выбирать. Соответственно, продюсер несет ответственность за свою работу и должен обладать определенным кругом возможностей. Это еще одна из проблем индустрии, не только игровой в целом, в разных индустриях. Если человеку дают ответственность, с него требуют, но не всегда ему дают возможности, чтобы он все это взял и реализовал. Ты все сделай, ты все организуй, но мы тебе ничего не дадим при этом. Такое, к сожалению, тоже бывает. Есть еще такая позиция, как проект-менеджер, тоже один из руководителей. То есть есть руководитель проекта, есть руководитель продукта. И просто, чтобы у нас была единая терминология, немножко расскажу, чем они отличаются. Цель продюсера – это, как мы говорили, чтобы проект ваш, продукт достиг результата. Игра была выпущена, все было хорошо, мы заработали денег. Поэтому в некотором плане продюсер – человек жестокий и жесткий. Он готов сжигать все на своем пути, тратить любые ресурсы. Ему нужно достичь цели. Окей, он будет уничтожать и достигать этой цели любой ценой. С другой стороны, как же сбалансировать это? Есть проект-менеджер, человек, который выстраивает процессы, тот, который управляет командой. Во многих компаниях принята такая методология, что продюсер не является непосредственным руководителем всей команды. Это хорошая методология, когда под ним находится проект-менеджер, PM, он подчиняется продюсеру, а PM уже подчиняются все лиды, лидам разработчики, геймдизайнеры, артисты и так далее. Это хорошо тем, что продюсер не сжигает людей. Потому что у многих продюсеров дай только волю, и мы все будем кранчить всю ночь. Потому что он сам человек увлеченный, он сам хочет сидеть всю ночь работать. Ну, как бы, я вот хочу работать, да, но это не значит, что все другие хотят делать то же самое. Поэтому, конечно, нужно правильное проектное управление, чтобы люди могли нормально работать в хороших комфортных условиях. Итак, продюсер принимает все решения по продукту, это его зона ответственности. PM по проекту. А проект это что такое? Это, соответственно, некий процесс введения этого продукта, процесс его разработки. Какая методология есть у нашего уважаемого PM? Ну, вот тут я какие-то картинки поставил. PM Box, Scrum, Agile, Kanban. У него куча разных методологий и возможностей. У него куча программ, MS Project, разные там, Jira, Trello. Куча систем, которые помогают работать PM. А какая методология есть у продюсера? Сила воображения. Ну, как бы вот все, все, что у нас есть. Сидите, придумывайте клевую игру, анализируйте рынок, находите варианты и делайте так, как вы считаете нужным. Я расскажу немножко позже алгоритм, собственно, как вот с помощью этой силы продюсер придумывает крутые игры. Итак, у продюсера есть три основных этапа работы. Первый, соответственно, это когда мы запускаем новый проект. Это самое сложное. Самое сложное, потому что тут проще всего ошибиться. Нужно ответить на вопрос, а какая игра, с одной стороны, будет востребована рынком, интересна игрокам, она продастся. С другой стороны, чтобы мы ее могли сделать. Ну, к примеру, я хочу сделать World of Warcraft. Я знаю, что вроде на рынке это популярно, но, блин, я понимаю, что у меня нет ресурсов, возможностей, знаний, команды и так далее. Ну, нет у меня трех с полной тысяч разработчиков. Ну, вот что-то не пошло, да? А могло бы быть. Второй этап – это этап, собственно, разработки. Когда уже проект стартанул, продюсер занимается тем, чтобы наладить эту работу, поставить задачи и контролировать все, что происходит. И, наконец-то, когда проект готов, то его нужно оперировать. Это, вот, скажем, те задачи, которыми занимался Вячеслав – зарабатывание денег с уже готовой игры. Тоже приятное дело. Исходя из этой логики, можно условно выделить три больших концептуальных этапа. Пре-продакшн, когда продюсер принимает решение, что же это за проект, как он вообще выглядит. Он состоит из этапа концепта, когда мы делаем вижн проекта, и условный этап прототипирования, когда мы пытаемся собрать из того, что есть под руками, наш прототип проекта. Посмотреть, хорошо это или плохо, и выкинуть этот прототип. Второй этап, собственно, продакшн. Когда мы берем и делаем. Делаем вначале MVP, то есть некую минимальную, допустимый набор механик, чтобы оценить функционирование этого проекта. Иногда говорят vertical slice, horizontal slice. Это термины, которые означают минимальный срез по механикам. Это вертикальный срез. То есть минимальный набор механик без контента. Так делают многие мобильные игры современные. Либо горизонтальный срез, это когда вы делаете всю игру в низком качестве целиком, а потом ее детализируете, прорабатываете. Ну, к примеру, если вы знаете такие игры, как, не знаю, Pathfinder Kingsmaker, Baldur's Gate, вот для них выгодно делать горизонтальный срез. То есть всю игру сразу, и потом наполнять квестами, графикой и так далее. После этого мы уходим в content production, когда просто наполняем, собственно, игру всем этим и делаем soft launch. На мобильном рынке принята такая терминология, как soft launch, то есть запускаем игру, смотрим метрики. На рынке PC принята терминология открытый бета-тест, закрытый бета-тест. Запускаем тоже, смотрим реакцию игроков. Разница в том, что в мобайле, в социальных играх, браузерных, главное это метрики, продуктовые метрики, цифры, насколько ваши игроки вас любят. Вот если вам игроки говорят, мы вас очень любим, не верьте им. Вот посмотрите на цифры. Если они действительно играют и платят, значит они вас любят. Вот если нет, ну сорян. С PC-играми, которые мы продвигаем, скажем, через Epic Games Store, либо Steam, немного другая логика, так же как и с консольными. Там в каком-то плане проще, в каком-то тяжелее. Они не настолько сильно зависят от этой закупки трафика, как мобильные игры. Там до сих пор работает пиар, там работают блогеры, медийные личности, соцсети и так далее. То есть можно продавать игру игрокам, донося про нее информацию. Вот в мобайле все это, к сожалению, давно уже не работает. Либо у вас есть миллион долларов на трафик, либо, ну сорян. Это вот такая грустная правда жизни. И наконец-то, когда вы прошли весь этот производственный ад, у вас настанет оперирование. Какие же задачи делает продюсер разработки для того, чтобы дойти до этого оперирования? Во-первых, это описать, собственно, вижен продукта, сформировать все требования к нему. То есть, ну, некие условия, как сделать этот проект. Продюсер также является человеком, которого мы называем драйвером. Ну, то есть проще, а вот оно мне надо, вот когда вопрос задается, вот продюсеру оно всегда надо. То есть это тот, кто является последним конечным человеком, принимающим все решения. Недаром я говорил вначале про разницу между продюсером и пиэмом. Были случаи, с которыми я, собственно, в своей практике сталкивался, когда продюсер руководил командой напрямую. И если он видел, что люди работают недостаточно эффективно, ему было просто, скажем, этих людей убрать из компании, взять и уволить. Но так как он руководит одним проектом, он не видит, скажем, ситуацию по всей компании. Ему некогда просто это смотреть. Поэтому иногда гораздо более эффективно, чтобы все вот эти процессы контролировали так называемые функциональные руководители, либо, то есть, директора отделов и департаментов, либо проект-менеджеры, которые не позволяют продюсеру, собственно, злоупотреблять людьми. Но мы должны понимать, что ответственность все равно несет продюсер. И как бы он не просто так хочет кого-то заменить или кого-то нанять. Дай ему волю, он наймет, по-моему, 200 тысяч человек, и все будут работать. Он хочет, чтобы это все достигло цели. Поэтому он придумывает те самые задачи. Вот я написал, скажем, фичи-листы, как некие списки задач, глобальное описание фичей, что с этим делать. Продюсер производит приемки, то есть, команда по его фичи-листу сделала что-то и показывает ему билд. Он этот билд смотрит и говорит, все, не очень круто. Вот, идите, переделывайте. Ну, чаще всего именно так. Конечно, иногда бывают ситуации, когда продюсер доволен, и билд сразу идет на продакшен, но это скорее редкость. Ну, и, наконец-то, продюсер контролирует всегда те самые продуктовые метрики, то есть, удержание, монетизацию, все, что с этим связано, и смотрит аналитику. Ну, это уже больше к этапу, когда проект запускается. Софт-лаунч и дальше. Соответственно, когда проект запускается, настает этап оперирования. То есть, мы выходим в релиз, поддерживаем проект контентом, развиваем, делаем все круто, смотрим рекламу славиной игры GameDev Simulator, вот, за что, надеюсь, мне Слава доплатит. Вот, иначе, зачем я это сюда вставил, просто непонятно. Игра занимается своей контентной поддержкой, и рано или поздно все игры уходят в небытие. Ну, собственно, про World of Warcraft уже последние 15 лет говорят, что вот-вот он умрет, вот-вот выручка игры упадет, все игроки разбегутся. Знаете ли вы, сколько составляет суммарная выручка серии World of Warcraft? Ну, так вот, попробуйте назвать на скидку. Один миллиард, десять миллиардов. Еще какие цифры есть? Пятьдесят. Пятьдесят миллиардов? О, это круто. Пятьсот миллионов или миллиардов? Пятьсот миллиардов долларов? Ничего себе, неплохо, я бы тоже столько хотел. Да, в принципе, мне и одного миллиона долларов хватит. Одиннадцать с половиной миллиардов долларов. Это суммарная выручка серии World of Warcraft. К слову, всего две игры в мире ее превзошли. Это Space Invaders, игра 71-го года для аркадных автоматов, и Pac-Man, японская игра, которая заработала, соответственно, 12 и 13 миллиардов. То есть, всем бы играм умирать вот так вот в мучениях 15 лет. Ну, надеюсь, мы когда-нибудь тоже что-то такое же сделаем. Поэтому этап заморозки и закрытия проектов – это не для всех. Чем же занимается тот самый продюсер оперирования? И почему это может быть другой человек? Не обязательно тот же человек, который разрабатывал, не обязательно он будет продюсировать в проектной этапе оперирования. Потому что задачи разные. Один человек хорошо знает техническую часть, арт, организацию процессов, а тот, кто оперирует, должен хорошо знать планирование, монетизацию, трафик, то, как зарабатывать с этой игры. Соответственно, он формирует некий календарь игровых активностей, то есть ивентов, монетизационных акций, все, что поможет нам оперировать игрой. Оперировать – значит, ну, буквально зарабатывать деньги с игры, то есть вести эту игру дальше после релиза. Он знает, соответственно, как этот проект должен развиваться, и какова его конечная цель, к каким финансовым показателям он может прийти. И тут опять есть некая такая порочная немножко инициатива. Продюсеру могут прийти и сказать, ага, чувак, ты в прошлом месяце сделал нам хорошую выручку, а давай в этом на 30% больше сделаем. Он такой, ну, ладно, окей, чего бы нет. Добавляет больше монетизации, больше акций, все запускает, ивенты идут, на 30% больше выручки сделал, молодец. Следующий месяц его руководство смотрит, ага, он справился, ну, а давай ты еще на 30% больше выручки сделаешь. Он говорит, ну, как бы вы знаете, если мы так сделаем, игроки начнут уходить, у нас ухудшится ретеншн. Ему говорят, да ладно, не уйдут никуда, давай, делай. Ну, и так через 3-4 месяца выручка проекта почему-то начинает падать. Ему говорят, да ты херовый продюсер, ты же не умеешь ничего делать. Что же вот у тебя раньше росло, а теперь все падает. Вот, к сожалению, эта практика практически повсеместна у нас бывает. К чему я это говорю? К тому, что продюсер – это человек с остальными нервами. Вот, он должен уметь говорить «нет» как людям из своей команды, так и вышестоящему руководству. Потому что он отвечает за этот проект. Не его сотрудники в той степени, как он, не его руководители с него потом спросят. Поэтому он должен говорить, ну, вот, окей, если вы настаиваете, вы должны понимать, что за вашим решением следует, скажем, провал всего проекта. Ну, как бы мы заработаем в этом месяце на 30% больше. Но на следующем мы потеряем 50%. Вы к этому готовы? Если да, конечно, давайте я запущу, и проект умрет. Почему бы нет? Поэтому продюсер – человек, принимающий решения и несущий за них ответственность. Поехали дальше. Есть еще такой термин, как со-продюсеры. Часто проекты бывают очень большие. Большие, я имею в виду, по сложности, по количеству сотрудников, которые в них работают. И в таких случаях мы говорим, что одного человека, который контролирует все, может быть недостаточно. Говорят, что бывает, скажем, со-продюсер по технической части, со-продюсер по оперированию, со-продюсер по геймдизайну или по арту. То есть люди, которые берут на себя часть функционала этого самого продюсера и потом отчитываются перед неким главным, там, генеральным продюсером, глобал продюсером и так далее. Иногда говорят, что есть отдельная позиция генерального, то есть человек, который определяет так называемую продуктовую стратегию компании. Продуктовая стратегия – это всего лишь ответ на вопрос, какие игры мы будем делать в ближайшей перспективе нескольких лет, почему и как эти игры ложатся в наш опыт, в нашу логику и почему они заработают нам деньги. Условно, наша компания всегда делала матч-3, а завтра мы сделаем шутан. Хорошее ли это решение? Не знаю. Дальше посмотрим немножко практической и страшной жизни продюсера, как ему бывает тяжело и уныло. Алгоритм работы продюсера на этапе разработки можно описать буквально ограниченным количеством пунктов. Вначале он должен сформировать конечную цель, то есть он идет как бы по логике обратного планирования. Он задается вопросом, а что я хочу получить через некоторое время, скажем, через год, через полгода и так далее. К примеру, он отвечает на этот вопрос, я хочу получить игру, которая будет входить в топ-200 американского рынка, гроссинг, которая будет зарабатывать вот столько-то, иметь такую-то аудиторию, нацеленную на такую-то нишу, то есть максимально подробно отвечает. Ответ, я хочу заработать денег, это вообще фигня. Вот дайте конкретные цифры. Я хочу, чтобы у игры было столько-то людей, или я хочу, чтобы игра попала туда-то. Понятно, что все равно на практике все будет не так, все эти цифры и прогнозы будут нарушены. Но если вы как бы изначально говорите себе, я просто хочу что-то абстрактное, то не очень понятно, как идти к этому абстрактному. Как бы вы немножко усложняете этим самым себе жизнь. Чем больше конкретики, тем будет потом проще. Вы прорабатываете сроки достижения цели. И тут сроки бывают желаемые, а бывают настоящие. И чем они отличаются? Желаемые сроки, вы говорите, вот у нашей компании осталось, к примеру, не знаю, 250 тысяч евро. Наша команда в месяц стоит 50 тысяч евро. Значит, мы просуществуем еще полгода. Ну, приблизительно, да? Соответственно, за полгода мы должны успеть сделать игру. Вот вам появляются некие желаемые сроки. Но это вовсе не значит, что ваши сотрудники за полгода реально сумеют эту игру сделать. Тем более запустить на рынок, потом начать с нее зарабатывать и так далее. Есть какие-то обстоятельства, почему продюсер хочет получить игру в определенный момент. К примеру, открыто маркетинговое окно, так называемое. Есть разные ниши. Какое-то время делать матч-3 игры было очень выгодно. Потом все начали их делать, и попасть в этот рынок стало очень тяжело. Потом игры надоели аудитории, и попасть туда не имело смысла. И компания King перезапускает эту логику, делает матч-3 снова популярными, и снова все туда ломанулись. И мы говорим, открылось маркетинговое окно. Если вы заходите туда первым, вторым, третьим, вы молодцы. Если вы заходите туда сотым, ну как бы нет, вот так не работает. Есть известные байки про Красный океан и Голубой океан. Так вот, Красный это рынок, в котором большие гиганты индустрии, акулы. И эти акулы сожрали всех мелких, и поэтому океан красный от их крови. И есть Голубой океан, где еще никого нет. Где водичка чистая, то самое открытое маркетинговое окно. Вы туда приплываете и собираетесь себе все сливки. Ну вот придумать эту самую нишу, понять, а что же нужно вашей аудитории, это суперсложно. Очень часто это бывает случайно. То есть, когда люди выпускают какой-то продукт, и они даже вначале не поняли, что они открыли новую нишу. Но кто-то может удержать этот успех, а кто-то нет. Соответственно, следующий пункт – это видение. Пункт 3. Вижен или концепт продукта – это ответ на все ключевые вопросы. Кто ваша целевая аудитория, почему она будет у вас играть, как вы до нее достучитесь, какие фичи в продукте, какой маркетинг в продукте, почему вообще эта игра кому-то будет интересна, как она будет зарабатывать деньги. То есть, это максимально подробный, но при этом простой план этого продукта. Некий документ, который базово ответит на все вопросы. Как писать вижен, я думаю, это прямо тема отдельного рассказа. Дальше мы этот вижен или концепт превращаем в фичелист. То есть, в набор конкретных механик, которые должна реализовать команда. И PM, как руководитель этой разработки, получает этот фичелист и начинает притворять его в жизнь. То есть, он планирует, ставит какие-то сроки, итерации и так далее. И оценивает, собственно, наличие у нас ресурсов и рисков. Ресурсы – это то самое время наших сотрудников. И вот тут PM говорит, я посмотрел твой фичелист, мы будем делать твою игру четыре с половиной года. Продюсер такой, нет, нет, стопе, подождите, мы же про полгода говорили, какой четыре с половиной. PM говорит, ну вот я посчитал, вот у меня есть там проект менеджер, не знаю, там MS Project у меня есть, я построил диаграмму Ганта, и все, вот так получилось. Конечно, продюсер может надавить и сказать, нет, делаем быстрее. PM, конечно, закладывал риски на то, что все заболеют, уйдут в отпуск, и что-то он действительно может ускорить. Но игра, которая должна делаться четыре с половиной года, за полгода, скорее всего, не сделается. Ну, что-то мне так вот подсказывает, да, я, конечно, могу ошибаться. Тем не менее, тут происходит настоящий ответ продюсера на вопрос, а делаем мы это или нет. Вот все до этого, представьте, как много пунктов, это был условно некий препродакшн, и только тут сейчас продюсер понимает, блин, куда же я попал, и должен принять ответственное решение, идем дальше или не идем, или делаем что-то другое, и тратим еще кучу времени на препродакшн. После этого, если мы сказали все-таки окей, мы понимаем все риски, мы делаем обратное планирование всех этапов разработки. То есть PM говорит, у нас будет столько-то итераций, вот фичерлист разбитый по этим итерациям, в конце каждой мы получаем вот такие-то результаты, тут будет билд, тут будет софт-ланч, делает полный план, роудмап, все выглядит офигенно круто, ничего на практике не соблюдается, через два года вы получите другую игру в другие сроки, но зато все выглядит правильно. К сожалению, у нас проектное управление, несмотря на то, что это очень важная при разработке игр дисциплина, к сожалению, она не может физически дать правильного стопроцентного ответа, когда будет готов продукт. Слишком сложная и комплексная разработка игр. Ну и под готовое уже понимание, сколько нам работать, PM формирует команду. Он набирает лидов, лиды набирают себе сотрудников, ну это в идеальном мире так происходит, да? На практике бывает, вот у нас есть Вася, Вася будет за всех работать, вот, как бы тоже такое. Ну я говорю про хорошие компании, где можно нанять много людей, обеспечить их белыми зарплатами и все прочее. И когда все это есть, мы запускаем нашу разработку. Дальше я вам покажу небольшой пример. Я стараюсь быстрее, Вячеслав сказал, что у меня только полчаса. А еще хочу оставить вам время на вопросы. Я вам покажу пример из жизни известных продюсеров. Ну на самом деле они не только продюсеры, они еще крутые геймдизайнеры, которые стали продюсерами. Покажу для того, чтобы вы понимали, какой путь нужно проделывать, либо какими навыками нужно обладать, чтобы вы сами могли занять соответствующие позиции. Как правильно произносить фамилию этого человека я не знаю. Википедия говорит Молиньо, некоторые источники говорят Мулине. В общем, по-разному. Этот замечательный человек, как его называют, величайший лгун игровой индустрии, выпустил огромное количество крутых игр. Фактически это автор идеи стратегической симуляции Бога. То есть когда вы управляете постройками, юнитами и всем остальным. Почему его называют лжецом? На самом деле это ничего вообще с правдой не имеет. Просто этот человек любит рассказывать о том, что он хочет сделать. А как мы говорили раньше, на практике ничего не получится. Поэтому он поделился тем, как он хочет. Все вышло по-другому. И люди такие, блин, ну ты же говорил, будет вот так. Просто он слишком честный. Это один из моих любимых геймдизайнеров. Автор вселенной Warcraft. Крис Мэтсон. Он начал свою карьеру со сценариста. Очень интересный человек. Он пришел в компанию Silicon and Synapse, которая потом стала Blizzard и говорит, ну что-то я хочу порисовать. Они такие, ну ладно, пошли к нам художникам. Ну такой, пошли. И нарисовал Лигу Справедливости. Блин, чувак, а ты круто пишешь сценарии. А пойдешь нам еще сценария писать? Он такой, да ладно, давайте. Вот у нас есть Warcraft 1, что-то у него сценарий не очень. Перепишешь? Да ладно, перепишу. Переписал. Ну, блин, прикольно получилось. А давай ты будешь у нас креативным директором. Он такой, а давайте, что бы нет. И за много лет, по-моему, 24 или 25 лет проработал он в Blizzard. Он стал одним из авторов и сценаристов, собственно, креативным директором всех их популярных игр. Вот. Это чувак, которого я очень уважаю. Другой известный продюсер Джон Ван Каннегем выпустил более 250 игр. Мало кому это известно. Он начинал как программист, и он очень любил ездить по Калифорнии и продавать свои дискеты. Не все их хотели покупать, но он очень старался. Он выпустил огромное количество никому не нужных игр, пока не понял, что Made in Magic, King's Bounty – это его призвание. И тогда он выпустил много игр, которые были всем нужны. Кажется, всех этих людей объединяет то, что они основывали в своей студии. Ну, за исключением, наверное, Криса Мэтсена, который вошел, условно, в состав топ-менеджера Blizzard, но не основывал ее сам. Сид Мейер – это вообще безумно интересный человек, которому принадлежит огромное количество цитат. Он учился вначале на историка, видимо, поэтому он и сделал цивилизацию. Потом он стал доктором наук в информатике, то есть человек про науку и образование. И в какой-то момент он понял, что его навыки будут интересны в разработке игр. Кажется, вот… Я не помню, про кого именно, про него или про Тодда Говарда была история, что первую игру, которую он сделал, купило всего два человека, один из них его мама. Забыл, кто именно, но это можно почитать. Так вот, Сид Мейер создал три компании. Он создает одну компанию, продает ее. Ну, окей, почему бы нет. Потом создает другую, продает. И в итоге появился Фераксис, который делает цивилизации. И, кажется, на этом он успокоился. Тодд Говард тоже сделал со своим другом первую компанию. И продал ее. Потом он сделал вторую компанию и сделал то же самое. Вот. И в итоге он работает над сериями Elder Scrolls и Fallout. Не менее известный человек Джон Кармак, который прославился скорее своими экшен-играми. И он тоже участвовал в основании компаний. Кажется, вот это проходит красной нитью, да? Все они сделали свой бизнес. Ну, чтобы не было сексизма, да? У нас девушка. Я думал, что ей лет 18, а оказывается, ей уже за 40. Вот. Чтобы я так выглядел. Сейчас она покинула игровую индустрию буквально недавно и пошла работать вице-президентом Google. А до этого занималась именно продюсированием. Она пришла в игровую индустрию и делала там игры в качестве художника, в качестве программиста. И потом только перешла на позицию продюсера. И была продюсером Симсов, Ассасин's Creed, Watchdog и так далее. Ну, просто как бы мейнстрим, нельзя без Кодзимы. Он приезжает в Россию, поэтому нельзя его не упомянуть. Как он сам говорит, я человек с очень тяжелым детством, ужасным прошлым. Родители заставляли меня все детство смотреть кино. Чтобы мне было бы так же тяжело, как ему жить. Человек про некие такие инновации, про то, чтобы рассказывать серьезные социальные темы в играх. Это очень круто. И, кстати, Кодзима интересен тем, что он тоже делал в своей студии. Так, на заметочку, да? Вначале в рамках Konami, потом в рамках Sony. Что ж, какие выводы мы из этого можем сделать? Как приблизиться к этим замечательным людям? Ну, во-первых, продюсер – это человек, который очень настойчив и целеустремлен. Потому что, скорее всего, у вас все будет не получаться. И вы должны снова и снова вставать и пытаться и пытаться. Это работа про тех, кто перемогает. Поэтому все эти люди испытали много-много проблем. Скажем, тот Говард очень хотел работать в Best of the Softworks. И когда он учился просто в школе и проходил мимо их офиса, он все время говорил, ну, пустите меня на работу. Ему говорили, ты школьник, мы не возьмем тебя. А что нужно? Получи высшее образование. Окей, отучился в колледже. Пустите меня на работу. Я же живу в соседнем доме, я мимо вас в колледж каждый день хожу. Они говорят, нет, нет, подожди. Вот ты как бы научился, но и все мало. Поучись еще, ты недостоин. Он пошел, поработал в другую компанию, набрался опыта. Говорит, ну, теперь-то мне можно? Ну, ладно, теперь можно. Почему бы нет? Я сам подавал резюме, когда начинал работать в игровой индустрии, в Невал, на программиста. И мне сказали, нет, чувак, ты не очень программист. Ну, как бы не будем тебя брать. Потом я подал на геймдизайнера. Мне сказали, ну, геймдизайнер ты тоже не очень. Потом я подал на продюсера. А, ну, продюсер ты нормальный, ну, берем тебя сразу. Я логику не понял, но вот примерно так я попал в геймдев. Тогда этот уже был Невал в рамках Mail.ru. То есть, когда я начинал туда писать, он еще был самостоятельным Невалом. Потом стал частью Мейла. Все эти люди, они много учились. Кто-то там в высшем образовании, кто-то на своих ошибках, делал собственные кампании, кто-то там делал собственные игры и так далее. Они все делают игры для игроков. Сидмейер, которому очень принадлежит много академических цитат, он всегда говорил, что если вы делаете игру своей мечты, в которую вы сами будете играть, есть риск, что вы останетесь ее единственным игроком. И это будет не нужно всей вашей аудитории. С другой стороны, есть логика, что если игра не нравится даже вам, то почему она должна понравиться хоть кому-то еще? Также ему принадлежит интересная цитата «умножай на два, либо дели пополам». Он имел в виду, что геймдизайнеры должны работать крупными мозгами. Если у вас юнит в игре слишком слабый, то постоянное прикручивание плюс 5 процентов, минус 5 процентов – это долго. Поймите, вообще он интересен кому-то или нет? Просто удвоите его, посмотрите, это играется или не играется. Когда цивилизация показалась ему слишком нудной и скучной, он сказал, уменьшим карту вдвое, ускорим игру в два раза. И все пошло. Цивилизация стала более интересной. Эти люди, как и Вячеслав, любят свою работу. Они все много вкалывают. Ну вот, продюсеры – это про то, чтобы много работать. Ну, естественно, они все готовы ошибаться, вставать с колен и идти дальше. Ну и вкладывать даже свои собственные деньги. Поэтому я прорекламирую вам учиться на курсах вошибы, иначе Вячеслав больше меня сюда не пригласит. Да, я шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, лучший способ стать продюсером, на самом деле, это действительно опыт, как и геймдизайнером. Чтобы получить опыт, вы можете узнать некий набор академических знаний. Это круто, это очень сильно вас буснет и поможет. Но вам в любом случае нужно как-то на практике эти знания отработать. То есть вам нужно попробовать сделать свою игру, как инди-разработчику. Либо вам нужно попробовать устроиться в какую-то компанию, где вы сможете быстро получить опыт. Вы сможете общаться с другими людьми, видеть все их косяки, допускать собственные ошибки. По-моему, это мега круто. То есть вам платят зарплату, вы фейлитесь на чужих продуктах, за чужие деньги. Получаете себе еще зарплату, вообще все замечательно. Нарабатываете опыт. Блин, идеальная жизнь просто. Спасибо большим компаниям. Мне в этом плане повезло. Я попал в Мэйл в начале карьеры. Мэйл – это очень большая корпорация с большим количеством компаний внутри. И кажется, я допустил все возможные ошибки, которые только можно было придумать. Сфейлил все, что только можно сфейлить. Поэтому это мне помогло дальше работать круто. Соответственно, вам нужно всего лишь 5 лет отработать. Казалось бы, фигня. Это примеры наших выпускников. Я просто вставлю картиночки. Люди, которые пошли работать в индустрию. Ну, я несколько слайдиков покажу. Их, на самом деле, гораздо больше. То есть вряд ли вы можете претендовать на то, что после обучения, образования вы такие. Я отучился, я крутой чувак. Возьмите меня продюсером. Нет. Но помощь в трудоустройстве – да. То есть попасть в индустрию после обучения гораздо легче. Я отговорил, успел прям вот быстро, чтобы у вас остались вопросы. Так что спасибо, друзья. Буду рад поотвечать. Поотвечать.